Привет, друзья! С вами Виктория и канал Кулинарием с Викторией. Сегодня я готовлю ванильное мороженое. Мороженое в домашних условиях получается всегда очень вкусное и ароматное. И как же летом без мороженого? А приготовить его совсем просто. Для начала 5 яиц разделим на желтки и белки. Нам понадобятся только желтки. Белки я убираю в холодильник, их можно использовать для другого рецепта. В желтки добавляют 3 пакетика ванильного сахара. Это примерно 20 грамм. 150 грамм обычного сахара. 2 столовые ложки экстракта ванили. Можно вместо экстракта ванили добавить палочку ванили, соскрести с нее всю мякоть и добавить. И 250 миллилитров молока комнатной температуры. Желательно, чтобы молоко было жирное. Не полужирное, не постерилизованное, а жирное. И все хорошо тщательно перетираю венчиком. Желтки с молоком и сахаром переливаю в ковшик. И на небольшом огне, регулярно помешивая, довожу до закипания. Но не кипячу. До первых булек. Вот вы видите, пошли пузырьки. Я специально показываю. И сразу отключаем. Масса заварилась. Образовавшуюся заварную массу процеживаю через ситечко. И чтобы не осталось никаких крупинок, вот прям вот так венчиком все перетираю прямо в ситечки. Таким образом мы перетрем все образовавшиеся крупиночки, чтобы масса была полностью однородной. Данную яично-заварную массу нам нужно хорошо остудить. Я буду остужать в ледяной воде. Также это можно сделать, накрыв заварную массу пленкой в контакт. Время от времени вот так опять помешиваем, чтобы масса остыла побыстрее. И занимаемся сливками. Сливки нужно брать минимум 30% жирности и очень холодные. 500 мл сливок выливаю в емкость с высокими краями. И взбиваю миксером до мягких пиков. Когда уже начинает оставаться след на сливках и вот такой у нас появляется клювик, значит мы взбили сливки до мягких пиков. И теперь частями аккуратно добавляем взбитые сливки в яично-сахарную смесь. Уже полностью остывшую. Это очень важно, чтобы заварная смесь была полностью остывшей. И аккуратно все снизу вверх перемешиваем лопаткой, не миксером. Не спешим, этот процесс может занять минут 10. Но от этого будет зависеть нужная консистенция вашего мороженого. А вкус ванильного мороженого, конечно, будет зависеть от качества ванили, которое вы добавили. Поэтому выбирайте ваниль по вкусу. Такая ваниль, которая бы вам нравилась. Вот я вам показываю сейчас консистенция. Консистенция должна быть вот такая. Воздушная и кремовая. Посмотрите. Затем подготавливаем формочку. Формочка подойдет любой пластиковый контейнер. Вот такой, например. Затем его закрываем и убираем в морозильник. Либо я вот люблю использовать вот такую формочку из-под кексов. Очень удобно. Она у меня вот так очень удобно вмещается в морозильник. Переливаем крем для мороженого в форму. Все немного разравниваем. Накрываем пищевой пленкой. И убираем в морозильник сначала минимум на 1 час. Через час достаем мороженое и перемешиваем его либо ложкой, либо миксером. И так поступаем 3-4 раза. Я не стала вам снимать этот момент, потому что здесь все просто. Занимать ваше время не стало. И последний раз убираем мороженое в холодильник минимум на 4-6 часов, чтобы оно хорошо замерзло. Ну и теперь сервируем наше ванильное мороженое. Надеюсь, этот рецепт вам понравился и вы приготовите такое вкусное мороженое в домашних условиях. В ванильное мороженое получается очень вкусное и ароматное. Порадуйте и вы своих близких и родных. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.